Когда ты повторяешь какое-то слово, и оно вращается в другое, и все кикают, потому что нас на слово «затлетим», например. То есть вот эта игра, мне кажется, что это действительно такой шаг, как будто выйти из символического поля, мы сейчас опять его вытягиваем туда, но вот, чтобы не узнать, да, не узнать эту систему, отстраниться от нее, а вот что дальше, да, скорее эксперимент. Если анализировать это с точки зрения, я перешла на русский, прошу прощения, да, но если анализировать это с точки зрения искусствоведения, да, искусствознания, мы всегда должны рассматривать любое произведение внутри того контекста, в котором оно виситает, да, то есть там очень, не само по себе, но в связи с теми явлениями, которые есть вокруг, и здесь понятно, что речь, например, да, вот в этих 70-х годах 20-го века, в частности во Львове, что очень было большое возникло недоверие к слову вообще, потому что была риторика официальная, была риторика, да, там, партийная, идеологически верная, и была та, которая находится за ней, то есть было вот это раздвоение сознания, двойные стандарты, какие возможности, здесь есть некое тоже желание художника вернуть слово первоначальный смысл, да, вернуть обратно его, ну, присвоить ему какие-то значения, которые уже нельзя, ну, тиражировать, да, или как бы дойти до суть, и если тоже опираться, то есть поговорить, один из главных методов искусствознания, как мы анализируем, например, работы, для того, чтобы что-то понять про автора и про то, что они значат, это метод аналогии, и здесь, конечно, глядя на Аксинина, то есть у тебя все время возникают какие-то образы, которые он уже где-то видел в истории искусства, так случается с искусствоведом, так случается с художником, потому что он как раз был невероятно глубоким, начитанным и образованным человеком, то есть для него это тоже, этот мир образов был понятен, и в начале 20 века возникает явление, оно называется холлиграммой, да, это как бы Гиома Калинера, если вы помните, стихи мира и войны, да, вот это попытка через визуальное очертить некий образ, да, где совпадение между текстом, как он написан, мы воспринимаем на уровне образа, там уголовка и фонтан, да, а потом читаем, и это становится темой самого произведения. То есть у Аксинина тоже этот метод, он тоже определенным образом, сама фигура, то, куда он вписывает эти изображения, дополняет тот смысл, каким образом он их воспроизводит. Можно у меня добавить просто по поводу слова? Как ты сказала, да, вот это стремление, попытка очистить слова всех контекстов, и, там, бессмысленностей, ну, для психоаналтической постили, это какая-то невозможная такая формула, да, история, я просто хочу дополнить твои слова таким вопросом от Алиса, потому что у нее был такой вопрос, ну, так как мы знаем, да, он работал с текстом по-своему, и вычит так, вопрос в том, сказала Алиса, можно ли вообще доставлять слово, означать как много разных вещей, вопрос в том, сказал Шалтайбалтай, кто из нас тут хозяин, это все. И вот мне кажется, что действительно любое слово, да, произнесенное в определенном контексте, то есть хозяинность или контекст какой-то, или, да, позиция человека, который его произносит сразу, дополняет, сразу меняет, и даже, вот, это может быть противоположный смысл, какой-то несет, ну, одно и то же, да, то есть оно как будто не может быть закреплено только за одним, как-то, не знаю, объектом, да, как бы говоря, не может быть привязано к регламенту. Вот интересно еще, ты рассказала про то, что в те времена, да, в этой свете были какие-то деньги, да, подозрения к слову, да, которые ты скажешь, вот здесь есть сентябрь, опять же, где-то, где-то что-то не считать, перспективы такое, то, когда я говорю про свои феномены, да, да, я смотрел уже там, на все, но у меня в какой-то момент, скажу, там, завороженность сменилась с неким недоверием, подозрением, да, где-то этот феномен, переживание, подозрение, я не знаю, с чем оно связано-то, почему, откуда оно дается, оно, оно каким-то образом появляется в этом поле, в поле контакта с этим, да, вот, и сейчас, если, опять же, это какие-то диски, там, вот такие, то сейчас, похоже, как-то общегород появляет, как мы говорим, там, отношение со словом и так далее, и как будто появляется некое отношение, там, художника со своей системой, гораздо, то есть, опять же, там, должен слать, потому что слово, система, символическая, там, это, с одной стороны, то, что дает нам возможность структурировать, наш опыт, а с другой стороны, это то, что делает невозможным опыт в чистом виде, то есть, подозрение могло, в принципе, быть, ну, я опять хочу выйти на какой-то, объективный поучка, да, вот так, но, возможно, оно обосновано тем, что у самого автора было это подозрение, и поэтому мы его считываем... Сам автор, возможно, да, это гипотеза, что сам автор был в этом переживании, вот, мы можем, как бы, включить туда, и, соответственно, увидеть это же переживание, но, ну, это, в принципе, это, в общем-то, есть это переживание, мы можем его неправильно это введить, да, ну, и, вот, его, там, это переживание самоубьет, оно было в заднем чем-то других, но, в любом случае, вот, сейчас, как бы, заметно, что, вот, в любом случае, мне кажется, вот, в поле проявляются какие-то фигуры, да, в том, как они как-то более реализируются отношения, проявляются отношения, так, со словом, с системой, с властью, да, с детской, взрослой, да, опять же. Да, кто-то нам сказал, что за то, что я сейчас чувствую, это, там, холод, и опять вот, подозрение о навязанной системе, мне кажется, вот, что показывало сейчас Атолинера, да, авангард как таковой, он вообще все время, ну, подозревает, да, вот эту всеусоявшуюся систему академическую, в том, что что-то не так, да, что-то замалчиваемо, что-то слишком, уряд, отрезается, чтобы попасть, вот, вот, в прокурсово-ложеново, вот эти, вот эти рамки и системы того, что есть искусство, авангард как раз пытается все время, ну, может быть, подозрение, да, вот, вот, такое вот вызвать у зрителя, а не может ли быть и это тоже, да? И сместить, как-то, как с другого, с другого, с другого, с того. Время. Как у Апсимина переживается время? Тут мы опять имеем дело с вот этим образом, текстом, да, здесь, да, который нас маркирует в нашем присутствии, и мы сразу возвращаемся к себе, да, то есть вот это желание писать, желание, которое может возникнуть вообще у художника, для того, чтобы написать вот это, как будто опять-таки он сомневается в том, что это здесь и сейчас оно есть, оно присутствует, но это то, что маркирует одновременно и время, и пространство, да, здесь такой переход. Ну, то есть прямо гештарь-гештарь, здесь и сейчас. Ну, для гештарь-гештарь, наверное, для такого владельца, это вообще кошмар такой, да, потому что время Апсимина очень такое, ну, оно в пространстве, или так, или так, или так, или так, оно очень статичное, да, вот здесь оно, вот, такое статичное. И работа, и работа, и работа, и работа, сама графика, да, она, 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 все очень такое статичное, нету, ну, динамики, вот, здесь люди больше смотрят на личность, на ситуацию, там, через позицию не сущности, а действия, да, вот, например, культура глагола, ваше статичное, то есть что происходит, действия, это процессуальный ряд, вот, здесь, ну, это такое, вот, вот схватывание, да, схватывание, да, схватывание диостановки. А это возвращение нас к какой-то конкретной точке, да, к конкретной точке. Да, ну, в то же время, в то же время, это же по-разному может быть, на самом деле, ну, надпись, естественно, она очень сильно вышибает из вот этого вот такого потока, да, к этому, ну, как осознанию, да, к какой-то, как, не знаю, возможно, это действует палка какого-то... Замбуддистового вот этого, да, наставника, который бьет, еще не так. Слово, как будто он, как все, вот, видите, крутится, явно стоит, трудно сидело, потому что движется, так же, где движется, где движется подходит. То есть, опять нас земляет, земляет, как бы, в какой-то настоящий момент. Кстати, здесь еще, я думаю, не через позицию дышать подход, но скажу, не такой гипотезы, да, вот, если подсчитать действия в семинар, то много пишет про какие-то откровения свои, про то, что ему что-то дан был, какой-то мистический опыт, он что-то понял, что-то внутри его ведется. И тогда возникает вопрос, был ли Аксинин практика, да, практика, который практиковал, что-то, какие-то практики, там, мистического опыта, ну, вот, ну, вот, но, если посмотреть на свою графику, да, насколько она, ну, пистолетизированная, сделанная, да, и какая потрясающая, вообще, усидчивость, я бы сказать, какая потрясающая концентрация внимания, необходимая для того, чтобы такое количество деталей проработать, для чего-то, и сравнить это с принципами медитации, там, не знаю, медитации, которая построена на том, чтобы фокусировать, концентрировать внимание на одном и том же объекте, например, на дыхании, да, или на какой-то идее, просто фокусировать внимание, да, чётко, ну, чтобы оно не стакало куда-то, там, на разные какие-то объекты. И вот таким образом достигаются какие-то изменённые состояния сознания эстетические, там, медитативные и так далее, в которых, действительно, в принципе, могут быть на какие-то откровения и так далее, то есть другое видение реальности может быть. Вполне вероятное, да, это гипотезы, конечно, что вот практикует саму такую графику, что эта графика для него была вот такой своего рода медитации, да, которая вводила какое-то состояние. Ну, я в тускам когда-то рисовал такой вот медитации, да, там, в бессе уже, я помню, это потрясающе, это такой, с одной стороны, это мука какая-то страшная, да, вплоть до боли, это же не закончится, но сочетание с каким-то вот таким, ну, вот состоянием особым. У Аксилина с понятием времени тоже ассоциируются вот эти образы и заполненность, да, то есть вот такое желание полностью заполнить пространство, как будто боязнь пустоты, да, боязнь каких-то лакур, и он заполняет это так детально-детально этими фрагментами через, и нумерует даже эти несколько, я тут прикладок тоже не особо видно, но тут фон Уикара, он состоит из таких шариков, которые каждый из которых ранирован, и для него это тоже одна из, это то, что для него это тоже, это и есть выражение времени, это и есть пережитое время, да, то есть оно как часы отмеривает определенные, пронумерованные, да, какой-то, какие-то так и дни пронумерованные, и вот эта нумерация, которая постоянно нас отодвигает, как бы, от начала. То, что вот Игорь Емельский в вашем видео, которые вы собрали, интервью, он рассказывает то, что в какой-то момент появляется задний фон, который потом тиражируется на все работы, и он состоит из квадрата, да, с дней 47, 47 лет, выписанное как отдельные дни, да, пронумерованные, и на фоне этого времени, если так можно сказать, это времени как фон, происходит какие-то разные совершенно события и образы, и вот ты сказала по поводу того, что действительно нет пустоты, для меня сейчас такой очень важный, наверное, момент, я сейчас скажу что-то, что-то из этих аналитической практики, но мне важно, чтобы это не было последнее, это как диагностика или, да, какой-то вот такой медицинский какой-то подход к процессу, хотя я просто с этим часто сталкиваюсь, поэтому займи так расшаркиваюсь, извиняюсь, но вот этот момент, наверное, метафора тут будет хорошая, это пятнашки, да, вот в пятнашках есть пустота, за счет чего вот этот символический обмен происходит, то есть у нас есть возможность выстроить какой-то вот какой-то код, допустим, порядок определенный, который нам нужен, в случае же определенной психической структуры вот эта пустота, она невозможна, ну, есть, да, понятие там трех структур, психоанализа, нейротическая, психотическая и перверсивная, вот если мы говорим о невротике, да, то вот у него все время есть это сомнение и подозрение, все время есть, а это ли значит то ли, а так ли меня поняли, так ли я сказал, и все время есть двойственность, возможность разных вариантов, то есть все время вот эта структура сама скользит, если мы говорим вот о психической, психотической этой структуре, то здесь это как раз заполненность, вот, мне кажется, двух работ очень, ну, я сейчас воспользуюсь как иллюстрация, отчасти, да, для какого-то, посмотрите на романского этапа, когда как раз пустота невозможна, по причине, что есть только один и возможный смысл. То есть, можно я как бы, Анна, скажу, это значит, что, может значить, что из невротика автор мог превратиться, слово перейти в эту как бы другую, ну, то есть, просто, насколько я знаю, для психоанализа нет нормальных людей, они все делятся на невротиков, психотиков, да, то есть, как бы, нормы нет, но, в принципе, как бы, мы можем тут видеть какую-то трансформацию, да, личностную трансформацию. Я бы сказала, что это, скорее, я сейчас, вот, как говорят, не анализируйте искусство, да, наоборот, скорее мне сейчас автор больше помогает для осуществления, именно образного осуществления того, что есть способ мысли вообще, то есть, то, как мы, когда-либо мысли, потому что говорить о том, что, вот, сейчас вот здесь вот этот невротик, а здесь вот антикотик, мы здесь не будем, по-моему, что не со мной, а, скорее, это тот способ мысли, который иногда нас замыкает, да, то есть, вот, в какой-то момент мы можем сказать, что, а это все не случайно. И вот из этого рождается какая-то, например, можно назвать, какая-то фататичная идея или теория зазора и так далее, когда все складывается очень четко, а нет вот этого, да, пустоты, в которую мы могли бы вставить в свой вариант. Я могла бы быть случайность. Хорошо, наверное. Когда Влад говорит о подозрении, у меня, вот, я понимаю, что у меня больше нет возможности вклиниться, вот, как-то войти в диалог с автором, если я не знаю его смыслом, да, вот, то есть, что значит, я спросила сразу, да, и что значит коробка. Как только я это узнаю, я, как искусствовед, в случае, там, возрождения в меланголию, помните, да, вот, если я подойду, как ребенок этой работе в меланголию, и что-то наведет, а тут котик, а тут звездочка полетела, а тут человек в руке сидит, это будет совершенно одно. Да, искусствовед, сразу подойдет, нападет по рукам и скажет, так, есть четкая символика, есть, грубо говоря, слова, с помощью которого мы можем эту иконографию прочесть, и будем, ну, скажем, однозначно нанести объективно, да, хотя, ну, опять-таки, мы можем с этим дальше работать. Вот, как Синину хочется тоже словарь, с помощью которого только я могу растолковать, но никак не супердиалог, то есть я могу понять, что, да, что-то, что за главность. Ну, вот, и у Влада было еще интересное наблюдение с тем, что Икар пришпилен в Ленин, да, он как бы распят. Да, ну, я, во-первых, хотел бы прокомментировать эту ситуацию, я вот сейчас, я прямо в самом начале описывал свой опыт, наверное, в восприятиях с ней, я говорю про то, что я, вот, вот это восхищение, да, да, пришел по случению пустоты, да, очень-то пустое. Ну, и правда, вот, если ты говоришь, да, это заполненность, да, полную, получается, что в этой суставе я не нахожу места в себе, как вы, тебя, то есть у меня, вот, вот, вот все это, я как будто смотрю на какой-то герметичный замкнут, и я представляю себе, ну, такая фантазия, допустим, если бы это не Аксинь, да, а если бы, как бы, вот, работая Аксиньевна, персонифицировать, да, если бы это был человек, клиент, который пришел и сидел там против меня, то я понимаю, что я бы, скорее всего, да, в этой динамике я бы не заменул, и не мог бы найти место для себя, да, как-то разместиться у меня бы там не было. Да, есть такое чувство, действительно, практически. То есть его? Да, да. Не-не-не. Мне вот по поводу этой работы ИКАРа, там есть другая работа, где ИКАР действительно летит, все как нужно, там вниз, сгорает, близится к гибели. То есть здесь, мне кажется, такая возможность, знаете, вот, как, вопрос, а как спасти ИКАР? Вот его нужно зафиксировать во времени, но фиксируем, вот тут же умерщвляем. То есть вот эффект бабочки, да, которая вот эта красота и все остальное, оно может быть зафиксировано, но тогда мы теряем вот эту жизнь, ну, как бы, вот именно текучесть времени, наверное, да, и какую-то возможность ощутить жизнь. То есть то, что мы можем сказать о пространстве, и что ОТО? 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 Ну, как, пришпиленный, да, с одной стороны, это крайне безопасно. ОТО? ОТО? Когда не упадет, да? ОТО? 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 самая непроярная, которая никогда не упадет. И еще один момент, связанный с пространством и его герметичностью. Действительно, у Аксинина есть все его пространства. Они замкнутые, они ограничены какой-то очень жесткой структурой. Очень часто это коробка или какое-то пространство статичное и конструктивно сделанное, можно так сказать. Что здесь за образ и что кроме этой книги? Или что это может говорить тоже о художнике, искусстве, зрителе и какие это рождает отношения? Как художники, я первым делом отвлекаюсь на Аксинина с перспективами, на его подход вообще к решению перспективы. Во-первых, он редко использует именно перспективное сокращение. У него нет иллюзий пространства, если идет иллюзия, то так. У него объекты, если они трехмерные, то они построены аксинометрически, то есть просто как в чертеже. Это формально означает, что здесь есть предметы, здесь есть перспективы. Либо он использует вообще обратную перспективу. И, конечно, это очень высокий фартворк иконопийский. Но это обратная перспектива, она же всегда фокусирует человека на самом себе и этот взгляд с картинами как бы на меня. То есть тогда мы можем говорить о том, что возникает этот контакт между Аксининым и зрителем, то есть его мир размыкается, он перестает быть герметичным. Вроде бы да, если логически он поэтит, то да, он может обратная перспектива, где этот взгляд с картинами. То есть ощущение, что на меня смотрят. А на меня смотрят. Ну, обычно кто на меня смотрит с картиной, если это иконами, да, то он смотрит, что-то такое. Очень плохо, плохо в продукте, и что-то произойдет. Совершенно. Смотрит. Ну, и как бы в интересах подразделения, эти вещи как трасса, время, что-то абсолютное такое, поэтому... Ну, в любом случае, вот это желание взаимодействия, оно проступает или нет? Или нет? Ну, определенно... Действительно, оно есть на всех работах, но оно... Ты должен войти в закон этой работы, ты должен определенно, вот как, да, есть... Принятие. Божество или какая-то линия, которая... Для того, чтобы ее освоить, ты должен стать частью практики, да, этой религиозной, так и здесь ты должен менять эту позицию. Того, кто на тебя смотрит, как он на тебя смотрит и так далее. И только когда ты можешь... То есть, опять-таки, ну, первый раз я говорю, что мне нужны слова, сейчас мне нужно определенное понимание того, кто я по отношению к тому, кто на меня смотрит. То есть, я все время уже должна стать, как бы, ради собой и, там, частью себя, для того, чтобы в эти, как бы, те хрусткие... Да, совершенно верно. Здесь получается, что... Вот я говорю, ну, про такое переживание, завороженность, да, как будто работа именно завораженной, захлапанной. И, правда, для того, чтобы ориентироваться в этом мире, а все, на пусть заворожены, в такой ситуации, нужно жить по правилам этого мира. А эти правды нужно изучить, нужно понять, то есть... Ну, в этом плане, вот он такой для меня, опять-таки, короче, эффективно, такой Демиург, человек возрождения, да, который вот и свой язык создал, и свое пространство, мир, но, ну, у него свои законы, то есть их нужно понимать, знать, для того, чтобы ее делать это, да, высказанное. Спасибо вам большое. И там есть еще вот одна работа. Сейчас еще покажу. Потому что, сильно, когда мы говорили о пространстве, с одной стороны, действительно, эта плоскость, она сохраняется автором, да, вот этот такой академический, ну, не знаю, тоже вопрос академический, или литографический принцип, что иллюстратор, когда все-таки уважение к листу, как, да, вот, прорывать его и оставлять его все-таки плоскостным, ну, есть такая традиция, насколько я понимаю, сейчас, мы еще не сможем сказать откуда, да, но вот, когда мы искали какие-то варианты, ну, все-таки, прорыва перспективы, кажется, что вот, есть эта работа, в которой есть возможность этому прорыву случиться, есть какая-то удаленность, откуда нам здесь что-то рисуется, наверное, так, как, если бы мы смотрели в открытое окошко, да, то, что дальше меньше, все, все четко. Но, единственное, что здесь опять нас как-то, ну, возвращается что-нибудь, вот, плоскость, например, повтор. Вот, не знаю, я бы сюда вот включила вот этот истор, повтор этого колеса, как бы, знаете, как в кадрах мультика, когда бы, если бы художник нарисовал, если бы мы могли разложить эти кадры на отдельное, вот, вот, движающееся одно...